всем привет с вами магазин горные вершины меня зовут андрей и сегодня мы поговорим о велосипедных детских креслах наступает лето а лето это время совместных велосипедных прогулок и если у нас маленькие дети мы не хотим их оставлять дедушке с бабушкой а хотим показать весь прекрасный мир велосипеда поэтому покупка велосипедного кресла приобретает особую актуальность сразу хочу отметить что абсолютное большинство велосипедных кресел рассчитано на вес ребенка до 22 килограмм ну потому что если он весит уже больше 22 он наверное уже сам может ехать на велосипеде сегодня мы сравним два велосипедных кресла с основными типами крепления на велосипед это велокресло топик которое крепится на багажник который кстати идет к нему в комплекте и кресло белели которое крепится непосредственно на раму велосипеда с помощью специального кронштейна и начнем пожалуй свело кресло белели из того как именно его крепить на раму велосипед в комплекте к этому велосипедному креслу идет уже весь установочный крепеж и даже инструмент чтобы вы могли это кресло установить велосипед сразу же после его покупки это кресло крепится на велосипед также как и вот наша фоновая модель на раму велосипеда конкретно на подседельную трубу прикручивается специальный кронштейн причем обращаю ваше внимание что этот кронштейн ни в коем случае нельзя ставить на подседельный штырь, потому что из-за большой нагрузки его можно повредить. После установки кронштейна вы в него вставляете уже само велокресло. Также при необходимости вы можете велосипедное кресло снять, но при этом сам кронштейн у вас остается на раме, и каждый раз его снимать не обязательно. Таким образом, это кресло будет быстросъемное. Вы его можете быстро вставить при необходимости, когда куда-то едете с ребенком, и также быстро снять велосипед. И как раз за счет такой конструкции крепления велосипедного кресла осуществляется его амортизация, которая так необходима при езде по неровным дорогам. Ну и теперь переходим к креслу Topic. Данное кресло крепится посредством багажника, который устанавливается на велосипед. И самое сложное в установке этого велокресла – это установка самого багажника на велосипед, потому что это кресло крепится к багажнику с помощью специального фиксатора, буквально два щелчика. Большим бонусом этого кресла является то, что, как я уже говорил, багажник идет к нему в комплекте, и сняв кресло с велосипеда, багажник на нем остается и будет выполнять свою прямую обязанность. Поскольку укрепление этого кресла к багажнику достаточно жесткое, здесь предусмотрена система амортизации, которая представляет собой две вот таких пружины, которые связывают между собой кронштейн и корпус кресла. В отличие от кресла в Белеле, такая система меньше подвержена раскачиванию и лучше работает на мелких кочках. Ребенку будет комфортнее. И теперь рассмотрим, как же крепить ребенка к этого креслу, что является важной частью безопасности. Крепление ребенка к креслу осуществляется посредством ремней безопасности и фиксаторов для ног. При этом на Белеле установлены пятиточечные ремни безопасности, в отличие от Топик, где трехточечный ремень. Однако на кресле Топик есть специальная дуга, за которой ребенок может держаться руками, и она тоже является дополнительной безопасностью. Кроме того, за эту дугу удобно это кресло поднимать и носить. Следующая часть безопасности велокресла – это фиксаторы ног. Они нужны для того, чтобы избежать случайного попадания ноги ребенка в спицы колеса. На кресле Белеле они выполнены из мягкого пластика и фиксируются с обратной стороны кресла. На кресле Топик – это обычная застежка-липучка. И на обоих этих креслах, так же как и на большинстве всех остальных, фиксаторы ног регулируются по высоте. Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что все застежки на велосипедных креслах выполнены таким образом, чтобы ребенок не смог их самостоятельно расстегнуть. И это тоже является элементом безопасности. Также из плюсов обоих этих моделей кресел хотелось бы отметить то, что они достаточно глубокие, и в районе головы у них есть боковые расширения, которые дополнительно предохраняют голову ребенка от травм. Ну и, конечно же, не забывайте, что ребенка в велосипедном кресле нужно обязательно возить шлеме. На самом деле вот эти расширения для в районе головы, они не на всех креслах есть, поэтому... Что еще интересного в этих двух моделях кресел? На кресле Топик есть такая мягкая подкладка из тканевого материала, которую при необходимости можно снять и легко постирать. На белеле такой штуки нет, материал более плотный, однако легко чистится и моется даже без необходимости его снимать. Ну и, конечно же, как и на всех велосипедных креслах, на этих двух моделях присутствует страховочная стропа, которая пристегивается на подсидельный штык. Еще интересной фишкой кресла белеля является то, что у него есть регулировка угла наклона, в отличие от Топика, на которой таковой нету. Такая регулировка сделает посадку ребенка более комфортных кресел. Ну вот, пожалуй, я вам рассказал про все основные отличия этих двух кресел. Ссылочки на эти модели вы можете найти в описании к видео. Ну и, конечно, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете всегда их написать в комментариях, позвонить на магазин и не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. А с вами был магазин Горной Вершины, я Андрей. Всем пока!